Друзья мои, всем добрый вечер, мои дорогие. Сегодня воскресенье, девочкам печенье, а мы идем с Ашкэмом в гости. Нас пригласили наши друзья, и мы идем в гости. Отмечать, Байрам? Ну как отмечать? Ну, уничтожить, просто. Мы пошли в Тэйджи, смотрите, а здесь какой видон! О, сколько барашков! Как зайти сейчас? В это сито мы должны попасть. Надо как-то зайти. Эвет, эвет, буситы! Вот. Эм, эээ! Остались. Как интересно, да? Так, Зири, посмотрите, смотрите. Редкие кадры. Какой красивый стол мы попали, девочки, мальчики. Это белорусская, белорусская чорба. Холодник называется. Ммм, какая вкуснота! А я вам покажу отсюда вид. Мы попали в рай. Сегодня на ужин я готовлю плов такой с мясом и с овощами. Вот осталось чуть-чуть, и мы будем ужинать. Так, мои дорогие, сегодня первый вечер у нас после Байрама, когда мы дома будем ужинать. Я приготовила такой красивый салатик. Вы знаете, это блюдо тоже с огурцами и с йогуртом. Чуть-чуть перец. Знаете, что у меня какая проблема-то? Я не могу подойти к моей птичке. Не могу полить цветок. Потому что я боюсь его спугнуть. Даже не знаю, как это сделать. Третий день Байрама. Я сижу дома. Занимаюсь делами по бизнесу. Так красиво у меня все зеленое, зеленое, зеленое. Пойдет цветок попали, пока плов будет готовиться. Сейчас вместе с вами посмотрим. Есть ли там моя птичка. Или птенец. Очень интересно. Можно сидеть. Цветок жалко портится. Неудачно мести она. Смила гнездо. Да, сейчас палит цветы мои. Наш плов. Сейчас вместе с вами переверну. Что более... Пиши. Привет, Сулей. Так. Сейчас надо сделать вот так. Какая красота. посмотрите как вкусно картошечка баклажаны обалдеть вкуснятина доброе утро мои дорогие любимые зрители я вылетела из дома как пуля аж как ошпаренная можно сказать бегу друзья мои на море несколько дней я не была на море а сейчас бегу потом подвернулись домой приму душ и к девочкам на йогу в клуб а вечером на зумбу сегодня у меня спортивный день так что вот такие вот у меня планы ваши мои планы наверное вам и вас уже напрягают не женщина а электроведник я знаете вчера монтировала видео и в этом видео когда рассказывала про протез знаете какая история произошла как мой муж говорит и вообще я не знаю насколько это правда если честно такое бывает врачи не вышли на работу протестовали и за какой по какой причине врача убили и когда этот убийца убила себя в конце а причина какая это было в коне друзья мои врач начал флиртовать с медсестрой и она рассказала мужу а муж пришел в клинику убил кони очень дерущие люди очень убил его и убил себя вот чем закончилась эта история и все врачи турции объединились устроили протест требовали они чтобы в каждой больнице выставили охрану с проверкой на ружье вот чем заключался их протест я забыла вам тогда указать в этом видео который вы посмотрели вот такое бывает даже в турции сегодня много людей с утра очень долго друзья посмотрите 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 как много людей людей с утра я такое еще не видела многие накупались многие купаются иду купаться от души море не такое уж спокойно как даже как-то что это не привычно как-то Я сейчас возьму кофе и пойду домой. Времени и так уж много. Мои девочки идут. Я пришла на ёлку. Так я много выпила кофе сегодня. Напилась так тихо, так классно. Вообще не жарко. Обалденная погода. Посмотрите, какие собаки возле нас. С девчонками сидим. Вот прямо возле меня легла. Ну что такое. И на коврик хотела. Мы не разрешили. Лапуля, вонючка ты такая. Вонючка. И кто мимо проходит, они все так реагируют на это. Давай, иди, иди. Уф, как воняет. Пошли. Слава Богу. Оставили нас в покое. Ой, друзья мои, как хорошо здесь. Что за шума, драки нет. А я сразу с камерой. Невесту привезли. По эрам невесту привезли. Чем я занимаюсь, друзья мои. Наблюдаю вот за всеми. Сейчас покажу, чем я занимаюсь. Сегодня я хотела пойти на зумбу. Собралась. И вдруг случайно посмотрела чат в WhatsApp. У нас есть чат. Там спросила одна девочка, будет сегодня зумба или нет. Преподаватель ответила, что на этой неделе не будет. Я очень расстроилась и обрадовалась. Потому что я сегодня с утра встала. Утром позанималась. Побежала на море, искупалась. Я далеко плаву. Не то, что там намочиться возле берега и все. Плыву. Сто метров туда, сто обратно. Ну, как раз сто движений я делаю. Сто туда, сто обратно. Прибежала домой. Приняла душ. Собралась, побежала вот к нашим девчонкам. Бон мост где. Видите? Вот мостик. До этого моста и пять минут я уже на набережной, на море. Очень близко я живу здесь. Очень. И в итоге мы там позанимались. Поболтали, выпили чай. Кофе. И бегом домой. Бегом домой. Готовить завтрак. А я сегодня первый раз поела вечером. Как раз сумму отменили. И мне так захотелось кушать. Думаю, а, как раз можно и наесться. И этот вчерашний плов поела. Еще приготовила сегодня чуть-чуть макароны и с панаком. Со шпинатом. Очень интересная идея, друзья мои. Мужу моему понравилось. Но я так подумала, вдруг ему так не понравится этот плов на второй день. А вы знаете, что когда я вчера приготовила плов, он мне говорит, мы что, арабы, говорит? А я что, турчанка, что ем турецкую пищу? Или я грузинка, когда я хинкали ем? Он так засмеялся. Надо привыкать к разной еде. Ну вот, морковка, что там, он не понимает. Я говорю, а я его спросила, если я пойду в деревню, приготовлю папе с мамой такое, а не будет кушать? Он говорит, ну ни в до что. Почему? Потому что мой папа скажет, что ты морковкой перебиваешь вкус мяса. Вот, видите, какие у них вкусы интересные. То есть они, когда мясо, едят мясо и овощи, но не морковку сладкую. Как зевать хочется. В общем, такие вот дела. Заранее думаю, что я буду им там готовить. Что бог достой приготовлю. И вот я наелась. И занимаюсь ютубом. Занимаюсь соцсетями. И как всегда, как всегда, обрадовалась. Ой, я как мужа испугалась. Сейчас расскажу вам. Как раз покажу вам нейрографику, которую я рисовала сегодня. Во время нашего вебинара. Два часа мои лидеры нашего бизнеса встречались и разговаривали. Вы знаете, какой порой зашел сюрприз у моего мужа. Он знает, что я ушла на зомбу. И вдруг он... Я только легла на балконе. На диван. И вдруг он идет. Я так тихо-тихо, как мышка. Он быстро в душ. Я возле двери и выключаю ему свет. Выключу. Включу. Выключу. Включу. Выключу. Включу. И там щель была такая, приоткрыта чуть-чуть дверь. И я вижу, что он смотрит. Щель эту. Что происходит. И мне потом его стало жалко. И я как появлюсь. Он как обрадовался. Он говорит, а я думал, сейчас надо мне кушать. Подогревать самому. Себя кормить. И очень обрадовался. А он подумал, что в лампе проблема. Я говорю, ну вот в лампе, в лампе. А я хотела, говорю, в зал спрятаться. В спальню спрятаться. Ну и решила не пугать его на ночь. Вот такой сегодня произошел у нас казус. А здесь я открываю вам видео, которое не могу открыть. У меня очень испортился компьютер. И я не могу. Просто не могу. Звук отключается постоянно. А беда в чем? Сейчас, во-первых, в Байраме никакие специалисты не работают. А во-вторых, друзья мои, клавиатуры русской нету. В Мельсине-то я в Батуми меняла все. И вообще, все это, то работает, тот нет. Видите, я включаю вот эту электронную. Экранную. И очень сложно. Вот такие дела. Всем спокойной ночи. Я уже... Сейчас открою вам видео и пойду спать, потому что я устала. Хотя время без 10-12. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. Вот мой канал такой. Подпишитесь, пожалуйста. Аналитика. Аналитика моя. Поздравляем к вашим чаю, к вашим видео. Чаще переходили из разделов. Да, спасибо вам большое за то, что вы присутствуете в моей жизни. И смотрите меня, мои дорогие зрители. Пока-пока. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.